друзья всем привет сегодня я расскажу как сгенерировать вот такое вот реалистичное изображение как его впоследствии обскелить до вот такого вот hdr изображения мы будем использовать модель realistic vision второй версии и я закину сюда уже готовый свой промпт давайте теперь разберем его фотография до середины тела красивой европейской женщины 20 лет улыбка морщины пятна складки родинки вены поры дефекты кожи все эти токены будут отвечать за реалистичность кожи детализированные глянцевые глаза будут отвечать за то что модели будет блеск в глазах чтобы модель не была раздетая мы должны прописать какую-то одежду блузка куртка тягивающие штаны узкие брюки зеркальное освещение цифровая зеркальная камера ультра качество резкий фокус резкость глубина резкости фильмовый шум или зернистость модель фотоаппарата кристальная четкость ну и в негативе neckt чтобы модель не была голой тату сепия размытость идеальной кожи отсутствие разных дефектов и отсутствие 3d шки рендера мультяшки и аниме разрешение ставлю 768 4 к 3 и вертикальность и skip не трогаю генерируем давайте возьмем вот такое изображение скопируем его и давайте теперь уберем mid body выберем расширение 768 на 768 и еще раз генерируем изображение чтобы было крупное лицо лично на этом изображении у нас получилось крупное лицо тоже копируем его теперь отправляем наше изображение в имидж то имидж он мы оставляем модель оставляем и давайте для примера сделаем обычный upscale скриптом sd upscale для этого выставим такой же сэмплинг метод как у нас был оставим такое же расширение denoising strength немножко понизим до 0.3 выберем скрипт sd upscale выберем здесь upscaler с разным и scale factor оставим равным 2 давайте сгенерируем получилось вот такое изображение давайте его скопируем чтобы потом сравнить вот так обскелилось изображение результат тоже неплохой да кстати замечу у меня стоит noise мультиплеер на единицы 0.3 чтобы подключить вот такой вот но из мультиплеер вы можете зайти settings user interface и в quick settings list дописать через запятую вот такую вот запись и не шел но из мультиплеер слова разделены нижним подчеркиванием в каф телеграме я добавлю вот эту запись но из мультиплеер добавляет немного шума к изображению и делает его более реалистичным поэтому если у вас не установлена вот этот опция у вас возможное изображение получится еще более плоским ну а теперь давайте приступим к апскейлу ради которого мы собрались модель noise multiplayer prompt оставляем таким же переходим sampling method и выбираем метод hewn sampling steps устанавливаем 30 размер изображения не трогаем denoising strength установим 0.2 для изображения где лицо занимает большую часть картинки а вот для второго изображения где лицо будет занимать меньшую часть картинки мы будем ставить denoising strength больше по сути дела во всех вот этих вот настройках которыми сейчас делаем denoising strength будет основным регулятором который будет выдавливать объем из нашего изображения поэтому если лицо занимает большую часть изображения то этот объем будет слишком большой на 0.3 а для вот такого изображения при denoising strength 0.3 объем будет нормальным и по сути дела мы сейчас говорим о фотореалистичных изображениях отсюда и такие параметры denoising strength просто если будем ставить больше то лица будут очень сильно выдавливаться и я эти люди будут похожи просто на стариков а вот если вы эту технику будете применять каким-то роботом там или другим изображением то denoising strength более 0.3 может давать даже лучший результат продолжим переходим в control net закидываем сюда наше изображение которое не обскелено включаем его выбираем пиксель перфект пиксель перфект установит идеальное расширение для нашего изображения по мнению самого control net при процессор выбираем тайл модель выбираем тоже тайл control mode выберем что control net более важен остальные параметры в control net оставим без отменений и теперь вместо sd upscale выберем ultimate sd upscale если у вас ultimate sd upscale не установлен нужно перейти в расширение выбрать available load from и в search записать ultimate и найти здесь в ultimate sd upscale и установить его дальше install и play and restart ui дальше в target size type выбираем scale from image size выбираем scale 2 двукратное увеличение выбираем upscaler strassen если у вас нет такого upscaler вы его можете найти в группе vk и в telegram тип не трогаем а тайл white меняем на 768 остальные параметры не трогаем теперь нажмем generate все изображение сгенерировалось сразу не пугайтесь давайте сравним с тем что было с обычным sd upscale это вот это левое изображение и с тайлом это вот это правое изображение да здесь много морщин много разных дефектов которые нам в принципе не нужны эти дефекты очень сильно старит эту модель но мы сейчас все это поправим для нас важны основные элементы это глаза губы брови волосы в общем все то что мы хотим детализировать для сравнения еще сделал детализацию denosing strength 015 это вот это левое изображение и denosing strength 020 это вот правое изображение denosing strength 015 имеет поменьше дефектов кожи но и глаза и волосы здесь тоже менее детализированы поэтому тут решать вам вы можете даже использовать denosing strength 01 и вам впоследствии придется меньше править всего но я выберу denosing strength 020 раз уж мы сделали и второе изображение давайте его тоже upscale сразу закинем его в image to image и control net тоже поскольку prompt у нас немножко отличался мы его тоже изменим ну и не забудем изменить размер изображения потому что у нас был 4 к 3 и вертикальный параметры в ultra sd upscale оставим такими же параметры в control на эти оставим тоже такими же а вот denosing strength по 8 до 0 3 опять же если вам нужно меньше объема и меньше детали вы можете сделать 0 2 и тогда будет меньше всяких морщин но я выберу 03 нажмем generate наше изображение сгенерировалась вот такая вот картинка получилась здесь лицо поменьше и дефектов на коже тоже поменьше но теперь давайте улучшим это изображение для такого состояния которые имели те изображения которые вам показывал в начале ролика давайте перейдем фотопия если у вас не установлен фотопия то установите его по вот этому вот видео ссылку на него я приведу в описании не забудьте поставить adblock если у вас здесь по умолчанию открытое изображение закройте его перекиньте сюда скиленное наше изображение теперь поверх него давайте перекинем не обскиленное наше изображение и выберем для него масштаб 200 поскольку мы увеличивали масштаб 2 раза переместим от слой под 1 на первом слое наложим маску выберем кисть нажав b зажмем alt правую клавишу мыши придадим вверх мягкость правый размер зажав alt и скроллер увеличим изображение если зажмем пробел и левую клавишу мыши что мы можем передвигать изображение а alt и скроллер увеличивать можем установить непрозрачность допустим 60 процентов и будем замазать дефект которые нам не нужны если нам нужно убрать некоторые точки мы ставим непрозрачность 100 процентов и сделаем пожестче поменьше и прям тыкаем в эти точки если некоторые точки присутствовали на исходном изображении мы выбираем исходное изображение выбираем точечное восстановление зажимаем опять же alt увеличиваем до нужного размера и можем эти точки удалить уже с исходника просто тыкаем по ним и они удаляются если они конечно еще и на втором изображении то это поединок объединить их и уже конкретно удалять вот такое изображение получается если для вас слишком много детали то вы можете еще понизить непрозрачность верхнего слоя теперь мы можем эти слои объединить поправить яркость контрастность уровни кривые сочность насыщенность другие параметры после того как вы все сделаете мы можем сохранить этот файл как формате фотошопа psd так экспортировать допустим в jpeg добавим к нашему исходному изображению черточку нажмем сохранить в итоге у нас получился вот такой вот upscale это исходное изображение это upscale изображение вот такое вот изображение мы upscale обычным sd upscale если вам понравилось видео то не забудьте пожалуйста поставить лайк подписывайтесь на канал заходите в группу вк телеграм в группах будут приложены все дополнительные материалы а на этом всем удачных генераций всем пока